Удаленные села Дагестана оснастят высокоскоростным интернетом. Делиться впечатлениями в социальных сетях о новых и уже полюбившихся местах в нашей республике станет легче. Проект «Устранение цифрового неравенства» охватывает 309 населенных пунктов, среди которых Акушинский район. О туристическом потенциале и новой связи с цифровым миром. В сюжете Луиза Раджабовой. Прокладка магистральных линий и установка оборудования доступа. Этот базовый этап не так прост, как кажется. В горах свои особенности работы. К примеру, волокно не укладывается в грунт, а крепится воздушными подвесами на линиях электропередач. Основная часть, где были трудности, это вот, как вы видите, здесь деревья у нас, огороды, где не проедет техника, только вручную, она уже пройдена. Сейчас они делают монтаж, устанавливают крест для того, чтобы в дальнейшем установить муфты. С 2014 года Ростелеком реализует проект «Цифрового неравенства». Он предполагает внедрение широкополосного интернет-канала. Программа охватывает 309 населенных пунктов. В текущем году около 100 сел получат совершенно новую связь. В этом году планируется подключить 98 населенных пунктов. Это, если начать с Юждага, Кайкенский, Магарамкенский, Кайтакский, Докуспаринский. В центральной части это Акушинский район, Левашинский, Хунзахский, Гиргебельский и Гунипский районы. Мы продолжаем развитие программы ОЦН. На этот год мы запланировали в Акушинском районе подключить 16 населенных пунктов. Это от 250 до 500 человек. То есть мы сейчас прокладываем магистральные волцы. До конца года мы подключим Wi-Fi и до 100 метров, в радиусе до 100 метров будет бесплатный Wi-Fi. Тем временем Акушинский район живет не только интернетом. Здесь развивают сферу туризма. Безусловно, в месте многочисленных палеонтологических находок, в том числе и древнего яхтеозавра, туристам будет чем поделиться на своих страничках в соцсетях. Вот это яхтеозавра находится. Это находка с Акушинского района. Рядом здесь место с Чурчума. Это уникальная находка. Один метр находка, чего стоит с этого разводить. Развитие туризма в Акушинском районе благоприятно повлияет на местных мастериц. Благодаря их изделиям туристы смогут забрать с собой частичку Дагестана. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, что вы именно делаете и какую вот работу? Вот шарфики вяжем, паутиночки из козьего пуха. Можно вязать такие платочки, паутиночки. То есть турист может забрать с собой на подарок? Да, каждый турист может с собой на подарок собрать. Вот носочки вязанные. Жилетки детские любви, вешу пинеточки. Много от чего вяжем. А из шкур можно папахи. Тоже берут на подарки. Дегустация национальных блюд, мастер-классы народных промыслов, знакомство с национальной кухней. База на 16 мест расположена в живописной местности, в сосновом лесу, где бьет родник. Есть огромное количество туристов, которые увлекаются палеонтологией, археологией, как вы изначально сказали, и будут приезжать. И это направление тоже нужно развивать в республике. Здесь все условия созданы, инфраструктура вся создана, есть размещение 15 коек мест. Это, грубо говоря, на один микроавтобус. Туристская группа может заранее забронировать. Питание здесь очень хорошо организовано, вода и окружающие места, сосновый лес, все благоприятство для развития. Туристический потенциал Акушинского района откроет новые возможности для сельских поселений. А для туристов, в свою очередь, скоростной интернет послужит хорошим бонусом. Луиза Раджавова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Акушинский район.